Железная логика Железная логика Железная логика Правительство Мексики приняло решение национализировать полностью всю горнодобывающую промышленность, связанную с добычей лития в Мексике. Почему? Потому что они считают, что это стратегический ресурс, что сейчас, учитывая развитие всего того, что связано с электроэнергией, развитие повышения потребностей в батареях высокой емкости, развитие строительства всевозможных электромашин и прочее, требует того, чтобы Мексика, мексиканское государство держало в своих руках. Все. Мексика это какой-то тоталитарный режим, там что была, советская власть или что? Мексика, напомню вам, входит в целую кучу разных экономических объединений с Америкой, там та же самая НАФТА, это североамериканское объединение, ассоциация свободной торговли, организация американских государств и прочее, прочее, прочее. Вот Мексика национализировала все, что связано с добычей руды, которая добывается литий. Металл важный для батареи. Между прочим, для нас тоже очень важный, потому что у нас литий не добывается. А это важно для этих самых аккумуляторов, батареи и прочее, прочее. А сейчас известно, что этих аккумуляторов и батареек везде огромное количество. Вот. И уже две страны, значит, южноамериканские, которые литий добывают, они присоединились к санкциям и не будут поставлять литий в Россию, по крайней мере, так сказали. Еще осталась там еще одна, где там это производство контролируется китайцами, там с ними пока, так сказать, все более-менее нормально. Но я не об этом. Я о том, что вот у меня все равно такое впечатление, что вроде как, с одной стороны, везде и все говорят, что мы живем просто в чрезвычайное время, как бы, да, на самом деле нужны экстраординарные меры. И одновременно все равно вот давят на тормоза. Вот давят на тормоза. То ли это не умещается у кого-то в голове, то ли противоречит чьим-то, так сказать, групповым или частным интересам, то ли еще что-то. Вот эти разговоры про то, что национализация это невозможно, да как невозможно? Еще раз повторяю, об этом, к этой мере в разное время прибегали совершенно капиталистические, так сказать, страны, совершенно рыночные по нашим, так сказать, меркам экономики, например, Великобритания, например, Франция, которые по нескольку раз то национализировали, то опять приватизировали, например, угольную промышленность или железные дороги или почтовую службу или что-то в этом роде. Вот это на самом деле обычная практика, когда считается, что сейчас выгоднее так, так и делают. И вот новость, которая, по-моему, вчера пришла по поводу Мексики. Вот мексиканское, так сказать, правительство приняло такое решение. Вот, собственно, и все. И нормально все. И все нормально, как бы, да, и никто не жужжит, никто как бы не обрушивается на них с этими самыми, с обвинением. А как же теперь инвестиционный климат в Мексике? Ведь теперь же все. Ничего нормально, как бы. Они решили, что они должны весь контроль за этим держать в своих руках и всю прибыль от этого получать в государственный бюджет. И все. И все. И никакая нафта им не помешала. И рыночная, так сказать, экономика им не помешала, как бы, да. И никто не помешал, потому что они так решили. Вот и все дела. Там, может быть, конечно, подоплека, которая заключается в том числе в том, а кто будет конкретно этими компаниями владеть. Потому что, как бы, да, очень большой интерес к этим компаниям по всему миру проявляют китайцы, а американцы очень, как бы, ревностно к этому относятся. Но смысл не в этом. Смысл в том, что вот какие-то наши, даже вот сейчас, вот уже там, вот уже два месяца, как это, экстраординарные санкции, как бы, а уж такие, вот просто какие-то санкции. Вообще уже много-много лет, да. И все еще я слышу от очень высокопоставленных людей, как бы, да, законодателей, там, министров, не-не-не-не, это нельзя, что вы, не, национализация, это нет, это не наш метод, не наш метод, так сказать. Ваш это метод или не ваш вообще не имеет никакого значения. Вопрос имеет значение, то дает это результаты или не дает. Но это так, я просто, так сказать, к слову вспомнил. По поводу санкции, мне показалось интересным заявление о том, что сейчас, ну, американцы объясняют, аналитики американские, что сейчас они проявляются две модели политического поведения у граждан. Патриотическая и пораженческая. И пораженческая линия поведения навязывается гражданам России, коллективным западом, самыми разными способами, довольно настойчиво, чтобы подорвать, соответственно, всю эту ситуацию. Да, так оно и есть. Я, кстати говоря, отчасти про это говорил в начале, так сказать, нашей передачи. Там приоритет отдается западным новостям, значит, их трактовке, их пережевыванию бесконечному, так сказать, их распространению, тиражированию. Вот все то, что говорит об успехах, так сказать, идет какой-то короткой строкой, как бы, да. Но это, здесь два момента. Первое. На самом деле, действительно, понимая тот факт, что там, условно говоря, военная победа Украины крайне маловероятна, и, по большому счету, Украина все равно выйдет из этого конфликта непонятно в ком состоянии, и в любом случае, как бы, да, ей не позавидуешь, делается акцент на информационной составляющей. Вот надо, как бы, да, именно в российское общество внедрять пораженческие настроения, а в украинское, наоборот, какие-то победоносные. Несмотря на то, что, в общем, как бы, да, никаких побед у них нет, но, тем не менее, надо все время делать вид, что все хорошо. Вот. А все хорошо это делается, например, за счет пиар-эффекта, например, скажем, ну, условно говоря, там, визиты каких-то иностранных этих самых политиков в Киев, там, да, заявления, выступления, там, того же Зеленского перед этими парламентами, вот, и так далее. Да, рассказы о бесконечных поставках оружия на Украину. Мне такое впечатление, что рассказали уже об этом гораздо больше, чем реально они могут поставить, потому что вот они там, ну, уж такие прям какие-то, так сказать, грандиозные цифры называют, которые, ну, никак не бьются с реальным запасом, например, того же старого советского оружия у тех же, там, страны организации Вершавского договора, тем более, что без замены на что-то другое, как бы, они тоже отдавать его не собираются. Но, тем не менее, вал этой информации, он просто вот идет сюда и должен создавать у российского, так сказать, гражданина ощущение, что это все бесполезно, как бы, сколько бы там ни было, все равно они еще больше пришлют и так далее. Тут совершенно очевидно, как бы, да, идет информационная спецоперация. Но с этой информационной спецоперацией, да, надо, как бы, бороться с соответствующими методами. А так, то, что они это делают, это очевидно, да. То есть там, где они не могут сделать, ну, как бы, достичь реального результата, там надо этот результат создавать. Опять же, вот сколько раз говорили про все эти пиар-подходы, там та же самая, как бы, вот этот вот хвост виляет собакой. Ведь также можно изображать и победу, да, которой нет. А из победы, а из чужой победы делать, условно говоря, поражение, да. К сожалению, мы падки на это, давайте скажем честно. Да, я вот много раз здесь обсуждал ситуацию в Афганистане. В Афганистане, где на самом деле мы выполнили массу, как бы, да, радикальных задач, вот война в Афганистане была превращена собственной властью страны в поражение. И на фоне этого поражения, как бы, развели, как бы, там, просто какую-то массовую депрессию, вот, значит, поддерживаемую, там, всевозможными деятелями культуры, там, и прочее, и прочее. Это какие-то мифы про, там, Афганистан, там, про непобедимый афганский народ, который, если так, между нами говоря, победили все, кто мимо проходил. Вот, да, другой вопрос, что смогли ли они там, грубо говоря, установить на веки вечные тот порядок, который они хотели. Нет, не смогли, но это не всегда и было целью, да. Вот, например, тот же, там, опять же, много раз говорят, тот же Наджабулла, как бы, его же просто предали отсюда, из России. А он, может, еще и до сих пор бы держался. У нас вот есть такая проблема, в том числе она связана с обычным массовым распространением панических, пораженческих и антигосударственных настроений в среде людей, которые занимаются информацией, которые, так сказать, считают себя интеллектуалами, там, думающими, там, знающими, хотя очень часто, когда, так сказать, если копнуть ничего, так они особо и не знают. Вот, а думают они обычно, так сказать, одну и ту же мысль, которая называется фига в кармане. Вот, но вот это, эти какие-то такие вот депрессивные, пораженческие, панические, то есть какие-то слезливые настроения, действительно, как бы, они бывают очень популярны. Это, это правда, да, вот, и то, что на это эти вещи направлены, и мы к этому, как бы, склонны, это, это, это абсолютно так. То есть каких-то там успехов мы предпочитаем не замечать или тут же начинаем нагружать их, эти, эти успехи всякими. Но, да вот, конечно, но с другой стороны, одновременно, некоторые вещи, в общем, не имеющие такого масштаба, действительно, серьезного, там, или какого-то прям радикального масштаба, мы обычно раздуваем, преувеличиваем, сами с ними носимся, как списанные торбы. Я еще раз говорил, я считаю, что даже вот сейчас, вот, в освещении всех событий, есть совершенно очевидный перекос. Даже те, кого у нас называют, так сказать, вот там, условно, кремлевской пропагандой, они большую часть времени посвящают именно тиражированию вот этих самых новостей. Вот именно этому они посвящают большую часть времени, большую, так сказать, часть обсуждений и всего остального. Я не знаю, понимают или не понимают, но таким образом они именно и создают ощущение, как бы, да, того, что это все бесполезно, бессмысленно и в том числе подыгрывают, подыгрывают, да, как бы, ну, вольно или невольно подыгрывают вот этой западной информкомпании. Вот, а смысл компании это именно такое, да, они, на самом деле, вот, понимают, что сейчас очень много зависит от этого самого, от пиара. И, кстати, все 8 лет, все 8 лет, так сказать, которые прошли с 14-го года, именно так работала вся украинская, как бы, это самое, украинская информационная машина. Они постоянно же выдавали, как бы, все свои поражения за большую победу. Там, Крым потеряли? Ничего, как бы, да, сейчас мы задушим этих крымчан, они сами сдохнут от жажды, и это вот наша победа, там, да. Или вот, значит, Россия замучается его кормить, там, Донецк с Луганском потеряли? Ничего. Мы это самое, на самом деле, на самом деле, это заставим их сидеть в подвалах, как бы, это вот наша такая перемога, победа, зато мы стали ближе к Западу. Сейчас вот тоже, но, опять же, по поводу картинки, основная картинка это Мариуполь, 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 Мариуполь. А то, что мы заняли 30 тысяч квадратных километров, так сказать, этой самой, в Херсонской, Николаевской, Запорожской области, честно говоря, так мне никто не собирается отдавать. Вообще этого как будто нету. Ну, то есть очевидный, как бы, есть очевидный перекос. Я не знаю, с чем это связано. Может, это какое-то там, не знаю, непонимание. Может, есть какой-то, вот, знаете, да, давайте мы лучше вот про это, а про это не будем, такие мы хитрые. А может быть, кто-то и специально это делает. Я не знаю. Вот, ну, например, скажем, если посмотреть на карту, то увидишь, что Мариуполь, это вот такая пупка. Вот такая вот, так сказать, пупка, а внутри этой пупки есть еще более-менее, еще совсем маленькая пупка, которая называется, как бы, да, завод Азовсталь. А внутри этого завода Азовсталь есть совсем, так сказать, еще более маленькая, так сказать, пупка такая, как бы, да, на которой сейчас остались вот эти вот боевики, положение которых незавидное. А вокруг, как бы, да, там около 30 тысяч квадратных километров, там, условно говоря, там, Херсонской, части Николаевской, части Запорожской области, где практически ничего с точки зрения там боевых действий не происходит. Наоборот, с части этой территории идет наступление в северное направление. Вот. И я так понимаю, что, в общем, эта территория, как бы, ну, контролируется и будет контролироваться нами. Вот. И там, ну, да, тоже Одесса, так сказать, рукой подать. Вот. Ну, скажем, в Киеве этого как будто просто не замечают. Вот территория, которую мы сейчас заняли, вот в этом, в Херсонской области, насколько я понимаю, она сопоставима, или, может быть, даже больше территории ДНР и ЛНР, которая была до начала событий 24 февраля. Но этого, как бы, нету. Я не знаю, правильно ли это, нет. Может быть, опять там тоже вот все эти разговоры про то, что, ну, вот мы не собираемся заниматься оккупацией и все такое прочее. Вот. Но это факт, это есть. Я лично считаю, что, как бы, отдавать эту территорию, так сказать, никому не надо, потому что это вода для Крыма, это сухопутный коридор, так сказать, это полный контроль над Азовским морем, это стопроцентная безопасность Крымского моста и все остальное, что с этим связано. Вот. Ну, вот даже вот возьмите, вот, не знаю, любую вот повестку, как бы, да, любого нашего, любого нашего, там, ток-шоу, там, мне говорят, как же вы сами ходите на ток-шоу и критикуете. Ну, то, что я, я хожу на ток-шоу, но я не являюсь их автором. Вот. Грубо говоря, не я создаю темы, не я, так сказать, собираю гостей, не я определяю концепцию передачи, поэтому я могу просто не ходить на них там или ходить, соответственно, да. Вот. Но, на мой взгляд, вот, но это очень, это очень странно. То есть, там, там, где все, на самом деле, в общем-то, очень неплохо, про это так, ну, мельком. Мельком там, ну, там тоже мимоходом. Ну, и вот тоже Херсон. Слушайте, Херсон, это очень большой город и ключевой, так сказать, ключевой, как бы, это самый областной центр. Еще раз говорю, Азовское море находится под полным контролем. В этом смысле, там, со стороны, как бы, со стороны, вот, сейчас уже все забыли, помните, вот это была, там, ситуация напряженная с попыткой прорыва через Керченский пролив, который Порошенко организовал. Вот тоже говорили, что все на грани кризиса. Теперь это невозможно, потому что, как бы, все Азовское побережье полностью контролируется нами. Там, хорошо это, плохо, я думаю, что хорошо. Вот, и с точки зрения безопасности. Но мы это вообще не замечаем, там, а, подумаешь, там, а вот там, смотрите, еще на Мариуполе, в Мариуполе кто-то остался. А почему? Потому что мы сами все время только это и показываем. Вот показываем, показываем. Это к вопросу, да, о том, о чем вы говорите, да, поэтому те, у кого есть вот эта вот склонность, там, к пораженчеству, там, к какому-то паникерству и прочее, прочее, да, на них вот эта компания, как бы, действует очень серьезно, это факт, как бы, ну, это вот, не замечать этого нельзя. Я вообще считаю, что, раз уж такие штуки начались, как бы, да, то должен быть какой-то совершенно особый режим управления всем, начиная от экономики, заканчивая информацией. Тогда будет, ну, мне кажется, все понятно. А так вот, опять, я даже сейчас вот смотрю, вот передо мной, там, телевизор, да, известное, одно очень известное, так сказать, дневное ток-шоу. Что там показывают? Бесконечно повторяются одни и те же кадры. Какие-то американцы жмут руку каким-то украинцам. Вот мы здесь сидим, как бы, уже второй час, и второй час вот эта хреновня там крутится. Ну, вот если вот так, вот если серьезно, но вот вы на че, так сказать, вы там, вы это зачем, для чего? Вы хотите потом оправдать, например, какую-то сдачу чего-то, да? Если нет, если нет, тогда я не очень понимаю, как бы, для чего вы, как бы, или вы хотите показать, там, что мы боремся вот со всем миром, да, и поэтому, как бы, вот, насколько серьезная ситуация. Ну, хорошо, но периодически, так сказать, как-то надо и это, и немножко, немножко какой-то, какой-то там давать, ну, такую, картинку, так сказать, такую, потому что, ну, более реалистичную отчасти, более оптимистическую, так сказать. Не вот этот, там, нагнетать. Вот смотрите, сейчас американцы это, потом американцы то, потом американцы сё, потом пятое десятое. Мусолим, мусолим, каждый день, так сказать, мусолим, мусолим и показываем что-то. Да, вот здесь, так сказать, очень все непросто, здесь вот сидят наемники, а здесь вот идут вот это самое, там, эти танки, шманки, эти, как его, гаубицы. И потом, когда, а когда люди начинают задавать вопросы, говорят, ну, что ж вы не взорвали все мосты, там, и вот это все, не надо давать советы, говорят. Без вас обойдемся. Мы не должны перед вами отчитываться. Это специальная военная операция. Все будет это самое по плану. Хорошо. Ну, тогда, может быть, в информации, в информационном, так сказать, вы что-то сделаете для того, чтобы как-то эту картинку взять и уравновесить, да. Это было бы, мне кажется, правильно. Нет, вот я еще раз говорю, здесь, а, работает инерция вот этого 30-летнего, на самом деле, зависимости внутренней несуверенности и такой ментальной зависимости от того, от той информации, которая приходит с Запада. Б, я думаю, что есть отчасти и те, кто это делает умышленно, так сказать. В, не хватает общей системной координации этих действий. А это все вместе создает, значит, хорошую возможность для того, чтобы условный, так сказать, вражеский пиар, в первую очередь западный, конечно, находил здесь своего потребителя. Вот, собственно, и все. Так, Сергей Александрович, насчет... Я не назвал ни одной фамилии. Мне кажется, это очень хорошо. Вот насчет еще, по поводу санкций и так далее. Поставщики газа во Франции начали расторгать контракты из-за роста цен. То есть стоимость такая уже высокая у «Голубого топлива», что он не может выполнить поставщик свои обязательства по контрактам с фиксированной ценой и расторгает или не продлевает договоры с клиентами. Вот, например. В целом за последний месяц около 20 поставщиков приняли решение аннулировать контракты. И специалисты посоветовали гражданам обращаться уже к крупным и стабильным компаниям сократить потребление топлива. Можно назвать эти компании? Я не знаю. Уж не «Газпром» ли это? Нет, нет. Но тут же речь идет о внутренних, то есть о потребителях самых обычных семьях, которые покупают у каких-то газовых. Ну да, да. Я думаю, что тут такая штука тоже. Они не смогут избежать этих последствий. Это совершенно однозначно. Здесь других вариантов не будет. Вот я слышал, англичане тоже провели этот самый анализ и показали, что неизбежны совершенно убытки для британской промышленности. Связанные с санкциям, как бы, да, они будут, никуда не денется. Они посчитали, что это будет порядка, в ближайшие, я не очень понимаю, почему 9 лет, но они сказали, что в ближайшие 9 лет это будет порядка 8 миллиардов долларов для экспортеров, для британских. Ну, то есть примерно по миллиарду долларов в год они точно будут терять, может, будут терять больше. При всем при том, что наши отношения с Великобританией, они такие очень скромные. Вот что касается европейцев, то некоторые из них просто не смогут от этого увильнуть. И, кстати говоря, вот тут, когда мы обсуждали тоже Шольца на прошлой неделе, и говорили, что вот Шольц сказал, что, наверное, возможности поставки оружия на Украину, как бы, они близки к исчерпанию, а ему там обещали, так сказать, чуть ли не отставку. Но пока вот я не слышал ничего ни про какую отставку Шольца, ни про какое инициирование этих отставок. Ну, не знаю, может, еще будет, посмотрим. Посмотрим, как оно там будет, так сказать, развиваться. Вот, собственно, вот, собственно, такие дела. То есть я думаю, что уйти от этих вот негативных последствий не удастся. И самое главное, еще раз говорю, самая главная проблема в том, что у нас есть это нефть и газ, электричество, у них ее нет. Ну, просто нет. То есть они, может, и рады были бы все тут перекрыть и заблокировать, но вот не могут. Это невозможно и так далее, и так далее. В МВФ, кстати, заявили, что Европа сможет прожить без газа из России полгода. Ну, это известное заявление, мне кажется, просто оно хорошо сейчас сюда подходит. Значит, без серьезных сложностей. Полгода без серьезных сложностей, после чего начнутся значительные экономические проблемы. Ну, вот, собственно, я об этом говорил еще недели две назад. Их расчет именно на это. Их расчет на то, что вот, значит, полгода они проживут как-нибудь, вот они там закачали все, что могли закачать. А за полгода, значит, Россия, санкции подействуют на Россию таким фатальным образом, да, и ситуация тоже с войной, как бы, да, на Украине, так сказать, таким фатальным образом изменится, что все вернется на круги своя. Или как-нибудь так все изменится, что, значит, у них эти проблемы исчезнут. А дальше, чем на полгода, как бы, да, они думать не хотят. Что будет через полгода, они не знают. Поэтому, действительно, да, в ближайшие месяцы они будут делать все для того, чтобы максимально осложнить ситуацию для нашей армии, этой самой, так сказать, на Украине. Они будут делать все для того, чтобы максимально надавить, поэтому все эти пакеты санкции. Но их расчет на полгода. А что будет через полгода, они, по большому счету, думать не хотят, тоже как маленькие дети, в том плане, что мы уверены, что все будет хорошо. А правда здесь вот в чем состоит. На самом деле, у нас нефть и газ будет и через полгода, а у них не будет. Вот, собственно, и все. То есть, вот, сомнений в том, что наша нефть и газ точно через полгода не кончатся, этих сомнений нет. Вот, это первое. А второе, все-таки, я тут вот еще раз там по заголовкам там пробежался, опять же, та же самая Financial Times британская, так сказать, которая там и про убытки британской экономики пишет, отметила, мне просто интересно то, что отметила ровно то, о чем говорил я вот еще месяц назад, что не удалось все-таки все страны мира убедить присоединиться к санкциям, и более того, так сказать, большая часть мира к санкциям не присоединилась. И в качестве одной из причин британские аналитики называют колониальное прошлое, если вы помните, Сергей, я об этом говорил, да. В случае с Индией действительно, и, кстати, там прямо вот вообще цитаты такие там, да, очень интересные, тоже, опять же, вот, мы это не раз обсуждали, фактически там, вот, кто хочет, может, поискать. Фактически автор этой статьи признает, что на самом деле богатство Запада основано в первую очередь на том, что они много-много лет вывозили из колоний огромное количество, так сказать, ресурсов. А теперь страны, которые были их колониями, не хотят солидаризироваться со своими бывшими, так сказать, митрополиями, да, в их политике и предпочитают дистанцироваться. И это так оно и есть на самом деле. И хорошо, что англичане хоть какие-то это понимают. Небольшая пауза на новости. Железная логика Сергей Михеев, Сергей Криньевский в студию. Сергей Александрович, по поводу людей, которым жали руки-то там, это же глава Пентагона и глава Госдепа приехали. Ну да, в том-то и дело. Это к вопросу о пиар-победах, да, что называется. Вот как это подавать пиаром-то. То, что вот ясно, что они будут это раскручивать там. Хотя вот я еще раз говорю, вот мне, например, непонятно, почему, как бы, вот, во-первых, мне непонятно все эти вот шаги доброй воли по итогам, да, которые мы делали. Я совершенно не понимаю, в чем составила добрая воля и где, как бы, ответная реакция на, вот, уход наших, так сказать, из Сумской и, там, Черниговской, Киевской областей. Вот, потому что в результате, да, они теперь могут ездить по Киеву. Во-вторых, во-вторых, вот, когда у них нет реальных побед, они компенсируют это вот такими визитами, да, потому что это, они понимают, что это покажут все, в том числе мы. Вот, ну, поэтому давайте это самое. А там, там, удары по этим, по всяким пунктам, которые мы наносим, там, прочее, там, показать все это нельзя. А вот это обязательно покажут. Но если вы это понимаете, если вы профессионалы, зачем вы это показываете в таком случае? Да, нет, они будут вот это. Я про наши сейчас говорю. Нет, они будут это вот раскручивать, раскручивать. А в-третьих, все-таки, еще раз говорю, я вот что-то, вот, серьезно, вот, наверное, что-то у меня в голове, как бы, может быть, не это не щелкает. Но я не понимаю, зачем, как бы, да, им дают возможность это делать. Вот эти визиты-то наносить, там, они приехали сухопутными путями. Вот для чего, да, для чего, так сказать, это им позволяет это делать? На самом деле ведь можно, я думаю, так сказать, просто постоянно в окрестностях Киева наводить какой-нибудь шорох, там, просто так, да. Вот для того, чтобы, для того, чтобы, да, для того, чтобы было понятно, что это небезопасно. И еще раз, опять же, те же железнодорожные, так сказать, мосты, переходы, они все еще целы, по ним ездят Блинкины, там, и все остальные. Для чего? Почему, как бы, да? Это такой вот специальный, когда начинаешь задать вопрос, говорят, нет, это такой вот, значит, специальный план, как бы, вы это самое не понимаете, вы нам не мешаете. Хорошо, мы вам не мешаем, тогда не показывайте нам вот эту билиберду часами, так сказать, да, когда там американцы приезжают в Киев, жмут руки и прочее. Потому что, вы же понимаете, что не имея реальных побед, как бы, они выдают это вот за победу, или вы не понимаете. А если не понимаете, то, значит, вы профнепригодны, а если понимаете и делаете, так сказать, значит, есть еще какие-то вопросы другие, да, наверное. Вот так вот, так что вот такие дела. Ну, это так просто, это, ну, как бы, каждый занимается своим делом, я вот занимаюсь информацией, да, соответственно, вот так. Так, насчет визита главы Пентагона и главы Госдепартамента США на Украину, оказывается, это было не в Киеве, встреча, я так понимаю, проходила где-то недалеко от польско-украинской границы, возможно, может быть, это не до конца понятно, но в любом случае место засекречено. Ну, место засекречено, но это ясно-то, это должно быть, с большой вероятностью это было и не в Киеве, но я же уверяю, если бы мы, например, скажем, регулярно, вот так сказать, шарашили бы по вот этим приграничным коммуникациям, они бы и туда не приехали. Ну да. Они бы и туда не приехали, вот, а что касается, так сказать, что касается этого самого Киева, ну, и все равно, как бы, я думаю, что это же центр, мы же говорили, что центр принятия решения, надо этот центр принять решение, периодически кошмарить, вот. Вот, да, вот, мы не хотим бить по кварталам, не надо бить по кварталам, не надо. Кроме кварталов есть, еще раз говорю, мосты, дороги там и все остальное, электростанции и все, что с этим связано. Но, опять же, это ясно, что все это в воздух, как бы, да, но тем не менее. Ну, что касается, да, картинки, да, действительно, картинка, она такая, как бы, непонятно, может быть, даже это вообще проходило, это могло проходить вообще даже в Польше. Но что, по картинке, это какие-то непонятные стены, значит, украинские флаги, кто это, там, значит, где конкретно они находятся, это, нам, идентифицируется с трудом. Вот, но все равно, тем не менее, да, как бы, да, да, такая, так сказать, ситуация, в общем-то, есть. Вот, и они это дело разгоняют, да, в том числе там. Так, и еще интересный момент, министр обороны США заявил, что американские власти делают все возможное, чтобы предоставить Украине вооружение, которое будет эффективно на данном этапе боевых действий. В частности, вот он говорит, вы слышали, что они просят о танках, и мы делаем все возможное, чтобы им предоставить такие виды поддержки, типа артиллерии, боеприпасов, которые будут эффективны. Мы будем стараться, чтобы как можно быстрее, как можно сильнее предоставить то, что им нужно. Но это странно, кстати говоря, потому что еще дня три назад Зеленский сказал, что они уже начали получать военную помощь от США. Ну, вот видите, тут некоторые нисхождения. А этот, так сказать, приехал и говорит, что они будут только стараться. Стараться, да. Стараться, это уже значит, что уже не сегодня и, видимо, еще и не завтра. Но, то есть, тоже вот всю эту информацию, конечно, там надо очень, так сказать, профессионально фильтровать, да, и, в общем, показывать там в том числе и эти несоответствия. Но что касается помощи, да, интересно, что Блинкин сказал, что, не сказал однозначно, мы сделаем все. Он сказал, мы будем стараться. Нет, это не Блинкин даже, это Ллойд Остин, министр обороны. А, ну, это еще хуже, потому что Блинкин как раз, он соврет, недорого возьмет. А что касается министра обороны, то он, значит, все-таки, я думаю, немножко более ответственно отвечает на вопросы. Вот, но тут, вот такая штука. Все равно, пока это все, речь идет, как бы, в основном о старой советской технике, а ее запасы не бесконечные. Вот, чтобы они там не говорили про десятки украинских военнослужащих, которые они сейчас готовят в Европе и Америке, никакие десятки не помогут. Да, тут, если говорить о подготовке и там переходе на эти самые, на импортное вооружение, речь должна идти о массовой подготовке, о подготовке десятков тысяч военнослужащих, да, для работы на какой-то другой технике. Эта техника требует освоения. Еще раз, если там какие-нибудь переносные противотанковые ракетные комплексы, их можно освоить достаточно быстро, вот, то сложную большую технику, там, надо осваивать долго. Вот, и десятков людей не хватит. Видимо, речь идет о том, что они готовы подготовить несколько десятков инструкторов украинских, которые на месте должны, так сказать, обучать украинских военнослужащих. Это процесс сложный и достаточно непростой. Тут вот захваченные морпехи эти из вот этой бригады под Мариуполем говорили, что, например, скажем, стрельбу из вот этих вот английских и американских противотанковых ракетных комплексов они изучали на макетах, а, например, скажем, на этих самых, на полигонах они даже и не успели ее изучить. В результате довольно много было несрабатываний, довольно много было, так сказать, каких-то косых совершенно, как бы, выстрелов, а в конечном итоге довольно много этого оружия просто тупо захватывается нами, как бы, да, и оно, значит, вообще и не успевает ничего сделать. Что там говорить о этих самых, о более серьезных видах иностранного, более серьезных видов иностранного вооружения? Тут только два варианта. Или туда, на самом деле, под видом, ну, скажем, тайно будут заезжать военнослужащие НАТО, что само по себе, конечно, чревато серьезным обострением в случае их гибели, да, вот, и раскрытия этого факта. Вот, или, или, да, подготовка украинских инструкторов, которые должны будут готовить тысячи и тысячи других военнослужащих, но это очень длинная история. Она такая очень непростая. Поэтому я думаю, что все равно сейчас акцент делается на сборе, значит, со всей Восточной Европы в первую очередь, но, может быть, не только с Восточной Европы, может, еще откуда-то, да, старого советского вооружения, да, и доставка его на Украину. Дело в том, что если не из Восточной Европы, а там, в принципе, советского оружия, его немерено во всем мире, как бы, да, его в свое время столько, так сказать, наделали, как бы, и напоставляли, что оно до сих пор везде воюет. Но дело в том, что более или менее современное оружие, да, оно находится только в бывших странах Варшавского договора, то есть Восточной Европы. Это первое. И второе, что касается доставки, любое другое оружие, которое находится за пределами, вот, возможности сухопутной доставки, конечно, там, ну, не знаю, условно говоря, в Африке или Латинской Америке или там в Азии где-нибудь, да, с ним, конечно, будут большие проблемы с точки зрения транспортировки. Поэтому я думаю, что сейчас все их усилия сосредоточены на том, чтобы вот собрать как пылесосом все то, что осталось от Варшавского договора и попытаться перекинуть это на Украину. Здесь, опять же, да, вопрос коммуникации, там, логистики, железной дорог, там, и все такое прочее. Ну, наверное, те, кто этим занимается, они не могут это не осознавать, и, думаю, может, даже и лучше нас осознают, но какие-то меры, наверное, принимают. Будем верить в то, что они все это осознают и принимают веру. Тут главное меры, главное, так сказать, чтобы не было за этим политических интриг. Вообще, я серьезно говорю, самая опасная вещь во всех этих делах – это политические интриги. Потому что в политических интригах всегда есть момент, а, обмана, б, как бы, да, недооценки, так сказать, ситуации, и, в, надежды на какую-то лабуду типа каких-нибудь очередных вот там этих закулисных договоренностей. На самом деле, никакие закулисные договоренности не будут работать до тех пор, пока, как бы, да, будет вот возможность, возможность там, да, вот какого-то двоизначного толкования ситуации. Вот и все. Ее не должно быть никакого двоизначного. Вот будет уничтожаться, так сказать, это будет уничтожаться то, то, пятое и десятое. Мы тоже, вот, посол этой самой России Антонов, вот, подал ноту в Штатах с требованием, значит, к Штатам прекратить поставки американского оружия. Ну, это, конечно, ход такой мощный, ничего не скажешь, да. Вопрос только в том, но, единственное, как бы, вопрос только в том, а что за этим последует? Вот, как вы думаете, что американцы ответят? Ну, наверное, ничего не ответят. Или ответят, что нет, мы все равно не будем прекращать, да. Тогда эта нота, она должна предварять какое-то действие, да, в чем будет это действие. Может быть, я говорю, тут все идет такая дипломатическая подготовка, обоснование необходимости, там, условно говоря, ударов по коммуникации. Мне кажется, здесь не нужно никаких обоснований. Есть военная, так сказать, целесообразность и все. Раз уж вы это дело начали, так доводите уже до конца. Да, вот, собственно, и все. Вот, ездили дружные мосты, вот, они всем известны, карты всем хорошо известны, как бы, да. Или вы хотите, чтобы она пока доехала до туда. Но, опять, я говорю, я уже это повторять не буду, потому что, ну, вроде бы как это настолько очевидно, что все должны знать, раз не делают или не делают в полном объеме, значит, есть какие-то причины. Вот, военные причины технические вполне принимаю, там, я не считаю, что я в них разбираюсь. Но вот, лишь бы это не были причины политические. Лишь бы опять просто не получилось так, что, знаете, когда там что-то такое происходит, потом проходит много лет, и мы узнаем, оказывается, наши западные партнеры поступили нечестно. Были же такие случаи? Масса? Были. Вот, и, значит, когда, так сказать, докладывают, вы знаете, значит, теперь уже прошло много лет, и можно раскрыть подоплеку тех или иных событий. Значит, была достигнута такая договоренность, но потом оказалось, что западные партнеры проявили недобросовестность. Слушайте, нахрен нам не надо вот этих вот откровений через много лет. Не нужны нам такие откровения, как бы, да, нужны результаты. Вот поэтому это самое, лишь бы, как бы, не было каких-то вот таких вот этих политических, политического ёрзани. Кстати, тут вот было же вот это странное сообщение, что Роман Абрамович, там, 15 апреля направлялся в Киев, как бы, да, с какими-то этими самыми, значит, с какими-то предложениями опять, с какими-то предложениями. Итог его и предложения, и визита нулевой, насколько я понимаю, да. И в итоге американцы, которые приостановили на какой-то момент, там, это самое, разворачивание санкций против Абрамовича, сейчас вот, я вчера слышал, опять начали долбить, значит, всю эту Абрамовичскую, так сказать, инфраструктуру, и лично его, как бы, да, угрозами санкций, разворачиванием санкционного пакета. Ну, если это был просто отвлекающий манёвр, ну, ладно, предположим. Но если это была действительно попытка опять договориться с кем-то, она довольно странная, потому что, ну, ясно же, что не с кем договариваться. Вон они как бы радуются. Пусть даже на польско-украинской границе, или даже, может быть, в Польше, но вот они демонстрируют, так сказать, всяческий оптимизм. К ним он приехал, тыс, чернокожий министр обороны из Америки. Они счастливы. Тоже украинские патриоты, да. И интересный ещё момент. Зеленский незадолго до встречи говорил, что, цитирую, к нам нельзя сейчас приезжать с пустыми руками. Представляете? И хорошо ходить без подарка. Ну да, они как бы им дали, так сказать, оборзеть. Ну, понятно, что, ясно, что им всё время что-то нужно. Но, опять же, насколько вот то, что им нужно до них доезжает, это вот вопрос. Но это вопрос, в первую очередь, к нашим вооруженным силам. Опять, в принципе, вот часто, ну, почти каждый день приходят сообщения, позавчера тоже, что мы нанесли удар по складу вооружений, в том числе в Одесской области, который поступил от западников. Я думаю, что всё это происходит, на самом деле. Всё это происходит. Но, тем не менее, вот эта вот информация, которая валом оттуда идёт, что вот они обещают это, обещают то, обещают... И, опять же, наша, так сказать, тоже наша информационная картинка постоянно это подтверждает, делает на этом упор. Вот это, я... Мне кажется, что это тоже такая ситуация, как было с Минскими соглашениями-2. Вот кто-то там рулит всеми этими делами, честно говоря. Мне кажется, не сильно умный. Вот я уж извиняюсь, как бы, но вот мне кажется, есть такая проблема, да. Это как вот 8 лет нас, это самое, всех, что называется, в депрессию вгоняли. Вот этими разговорами про Минские соглашения-2 и разговорами про то, что вот убиты ещё столько-то мирных жителей, ещё... Теперь нам рассказывают, как бы, уже, значит, два месяца про то, что вот поставки вооружений будут такие-то, их будет много, их будет очень много. А с этой стороны мы видим, вот ещё одни мирные жители погибли при обстреле, так сказать, Донецкой, это самое, ещё одни, ещё одни. Действия нужны. Нужны действия, так сказать. И вот эти действия, они есть. Эти действия надо и, это самое... Они должны быть максимально эффективны, как бы, да, и жёстки настолько, насколько это позволяет выполнять задачи. И в дальнейшем они требуют, соответственно, так сказать, системного освещения информационного. Вот такого очень, как бы, развернутого, понятного, а не одной строчкой в донесениях Минобороны. Потому что, Широ говорит, это и не Минобороны вообще должны этим заняться. Минобороны другими вещами должны заниматься. Вот она может давать эту информацию, а как её разгонять, как её представлять, как её оформлять, как бы, этими должны, как бы, да, заниматься другие люди. — Да, и интересный момент ещё по поводу Германии. Вы помните, там проблемы у канцлера Шольца, потому что он как-то медлит с поставкой тяжёлых вооружений на Украину. — Это нет уже ничего. Вот что он там может поставить? Вот тоже по поводу этих вот, этих самых вооружений. Но они что, будут разоружать этот самый свой, этот бундесвер? Что они там могут поставить им, да, вот? Ну да, вот я предположу, вот есть эти, как его, ракетные комплексы, да, они встречаются там. Ну какой смысл поставлять на Украину танки? Ну довольно такой вопрос странный. Мне кажется, это есть вот непонимание даже в самой Германии. Ну и что он там, да? Я вас перебил. — Да, да, ну тут просто разные заявления от его союзников, в частности, один говорит, Фридрих Мерц. В Бундестаге есть большинство СХДС, ХСС, Зелёных и СВДП, выступающие за поставки тяжёлых вооружений. Меньшинство в составе СДПГ, Левой и АДГ, очевидно, придерживаются другого мнения. Поэтому для нас очевидно, если канцлер сам не начнёт поставки до следующей недели, то для этого потребуется решение Бундестага. А это значит, что канцлеру будет потом тяжело добиться, как бы, одобрения своих действий, и он может просто потерять кресло. И другая сторонница, входящая в коалицию, партия, представительница, говорит, Германия должна взять на себя лидерство не только в экономической, но и в военной сфере. А тем, кто эту роль принять не желает, я могу сказать, что они, вероятно, сидят в неподходящее время на неподходящем месте. Вообще удивительно то, что партия зелёных выступает за поставки вооружений. Ну а почему же нет? Видимо, они считают, что именно так мир станет более экологичным, более чистым, и всё, что с этим связано, особенно учитывая наличие на Украине нескольких атомных электростанций. То есть надо больше вооружений, чтобы было больше войны, желательно, чтобы ещё несколько атомных станций взлетели бы на воздух, и тогда бы всё будет хорошо. Ну а то, что это всё потом подует в сторону Германии, может подуть, но это не имеет большого значения. Такие вот там зелёные тоже, очень странные, гринписовцы и прочие борцы за мир. Это первое. А второе, вообще в этом совершенно очевидно слышится реваншизм. Германия должна стать лидером в военной области поставок. Ну давайте ещё следующий шаг после этого, Германия должна вступить в войну. Следующий шаг после этого, Германия должна вступить в войну на стороне Украины. То есть всё-таки, ещё раз говорю, вот эти вот их гены, все эти дедушки группенфюрера СС, как бы, да, и вот оберштурмбанфюрера, так сказать, и так далее, и так далее, видимо, не дают им покоя. Потому что там, я думаю, кого не возьми, будь то социал-демократы или зелёные, или ещё кто-нибудь, там кого не возьми, как бы там у всех они служили где-нибудь, в СС, в Абвере, в Гестапо, или в какой-нибудь там, как минимум, в Вермахте, или Люфтваффе. Я думаю, что им вот эти вот зов предков, им прям он не даёт покоя. Вот они прям должны, мне кажется, вот именно то, что это на Украине происходит, прям вот они хотят, чтобы реально немецкие танки пошли по полям Украины снова, как бы столкнулись с русскими танками, и вот им прям вот хочется этого, вот очень хочется, и всё. Хотя я думаю, что вот возможности Германии в её нынешнем состоянии, там, да, как-то вот поставлять туда много-много-много тяжёлого оружия, они серьёзно ограничены. Вот у них просто, вот сейчас конкретно, у них этого оружия просто нет, и ещё раз говорю, это требует, в итоге это потребует участия Германская армия. Кстати, вот ровно то, о чём я говорил, Шольц через пару дней повторил, когда он отвечал на эти все нападки, он говорил, что надо понимать, к чему это ведёт. Эскалация конфликта приведёт к тому, что, ну, как бы, может привести к вовлечению немецких военнослужащих в эти дела, а оно надо, как бы, да, и чем это кончится. Он прямо вот практически напрямую повторил ту мысль, которую я там дня за два до этого здесь вот говорил в эфире, потому что это очевидно. Почему он этого не хочет? Это очевидно, потому что за этим, вот, как бы, может последовать, там, прямое вовлечение немецкой армии в войну. Оно ему надо. Оно ему надо, как бы, вот. И вообще, а что будет Германия с этим делать? Да и дальше что? И это на всякий случай Германия, она не является ни ядерной державой, ничего такого. И, кстати говоря, в этом случае пятая статья НАТО не будет распространяться на Германию. То есть, например, скажем, пятая статья о коллективной безопасности распространяется только в том случае, если по стране НАТО нанесен удар военный. По территории. По территории, да. А если, например, скажем, удару подверглись войска страны НАТО, находящиеся за пределами этой страны, то, извините, да? То, извините, пятая статья на них не распространяется. А это значит, что там условно, например, если немецкие военнослужащие могут появиться на Украине, и, например, так сказать, они там, условно говоря, погибнут под каким-нибудь авиационным ударом, то это не будет означать, что НАТО должно вступаться за Германию. И что будет дальше делать Германия? Понимают ли это там депутаты зеленые, там, СВДП, так сказать, голубые и розовые? Трудно сказать. Поэтому Шольц-то в этом смысле, мне кажется, он вполне трезво на эти вещи смотрит. Ну, трезвее, по крайней мере, чем многие эти самые депутаты. А ХДС, ХСС, ясно, что они как бы тут, это они мстят Шольцу. Это, знаете, как Трамп стит Байдену, вот. А эти мстят Шольцу как бы за поражение на прошедших выборах. Но тут тоже такие игры довольно-таки опасные для немцев. Я думаю, что все-таки, так сказать, Шольца ни на какие такие серьезные шаги не решится. Ну, а если они попытаются спровоцировать правительственный кризис, то это станет проблемой внутриполитической для Германии. И у нас несколько минут еще остается. Добавлю интересные данные. Мировые военные расходы превысили 2 триллиона долларов. Это самый высокий показатель за всю историю. Это отмечается в докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира. В пятерке лидеров по военным бюджетам США, Китай, Индия, Великобритания и Россия. На эти страны приходится 62 процента расходов. Ну, это, собственно, те, кто может это оружие производить. Да. Вот, поэтому... Ну, это интересный, скажем так, я не знаю, как это сказать, признак. Признак? Да. Хорошо. Того, что не так мирно сейчас в мире. Это заявление, Сергей, требует осмысления. Ну, а у нас как раз сейчас будет... Возьмем паузу до завтра. Да, у нас будут сутки для того, чтобы более или менее это все осмыслить. Ну что, на этом нам пора заканчивать. Тогда к следующим темам перейдем дальше. Уже завтра. Потому что тут и Польша, кстати, довольно активно работает с Украиной. И Польша, я хочу отметить, очень щедра по отношению к Украине по сравнению с той же Америкой, которая вроде как и богаче. Спасибо, до свидания.